Добро пожаловать в новое видео. Здесь у нас наш эскиз, который мы рисовали в прошлом видео. Сейчас я попробую его дорисовать и привести к какому-нибудь новому виду. Первое, что я хочу сделать, это я хочу закрасить его, то есть заполнить все пустые объекты. Я не придумала ничего лучше и быстрее, как просто обвести все мои лепестки, бутончики, листики и так далее. Причем я решила так, что я не буду заниматься перфекционизмом и в этой работе я буду приветствовать, скажем так, легкую небрежность, а может быть даже и нелегкую. То есть, если мои окрашенные листики будут выходить за грань, это ничего страшного. В конце концов, можно сделать так, что это будет мой стиль именно в этой работе, что она будет слегка небрежна. Это тоже такой один из моментов, как можно просто ускорить процесс, когда вы еще, скажем так, на стадии непонятно, что из этого всего получится. То есть, на самом деле, я не знаю, что я сделаю из этой работы. И это все этапы эксперимента. И на этапе эксперимента я так сделала для себя, что лучше просто двигаться вперед, да, шаг за шагом, шаг за шагом двигаться вперед. И лучше где-то, скажем так, сделать немного небрежно, зная, что потом это все равно будет еще дорабатываться, еще будет как-то изменяться и так далее. Но для меня это работает, да, это такой мой способ работы, потому что если я буду перфекционировать на одном маленьком участке, лично у меня есть такая вероятность, что дальше я вообще не пойду, да, то есть дальше я не пойду, и я останусь, застряну на этом маленьком участке. И даже если я его сделаю каким-то более-менее идеальным, скажем так, общее ощущение будет неудовлетворенность, потому что работа не закончена, дело не доведено до конца. То есть для меня так и остался принципом очень важным, цикл, о котором я вам когда-то уже рассказывала, что маленький цикл завершать, каждый раз завершать его до конца. Да, цикл состоит из нарисовать работу и загрузить ее на сток, то есть довести дело до конца, даже если работа не идеальна, даже если работа несовершенна. Обязательно подвести ее, скажем так, насколько это возможно, хорошо к требованиям, да, то есть, естественно, стараться делать хорошо, стараться делать красиво, понимать, что мы идем на рынок и мы идем к покупателям, да, никто просто не купит у нас, если мы будем совсем некрасиво рисовать. Но, тем не менее, если сейчас я не могу нарисовать лучше, рисуем как можем и загружаем на сток. Самое главное загрузить на сток, то есть понять, что именно проходит проверку, что именно у меня проходит проверку и начать потихонечку заполнять портфолио. Это мой, скажем так, принцип работы на стоках. Вот, ну а сейчас я просто обвожу, да, потом, конечно же, совсем кривые линии я поправлю, карандаш, не карандашом, просто заточки подтяну, да. Цвета я просто сейчас вставлю абсолютно от балды, чтобы мне потом было удобнее красить. Вот такая у меня сейчас будет нелегкая работа, очень такой медитационный процесс, да, просто все это обводить. Конечно, это можно было сделать как-то изначально, когда мы обводим, делать уже закрытые объекты, но это как бы на вкус и цвет товарищей нет. Я в этом, в этот раз решила сделать именно вот таким вот образом. И все, сейчас я быстренько обведу весь свой узор и вернусь к вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вот я обвела все, что у меня тут, собственно, есть. Я покрасила цветочки в красный, сейчас обведу листики и в другой их цвет покрашу, в зеленый, соответственно. Вот таким вот примерно образом. Ну, просто чтобы как-то они у меня отличались в композиции. Честно говоря, я даже довольна результатом, ну, по крайней мере, промежуточным результатом. Мне кажется, это как-то получилось даже мило. Весьма мило. Сейчас я хочу сделать листики одного цвета, чтобы потом, когда я буду пользоваться волшебным выделением, чтобы можно было их всех выделить и одновременно со всеми работать. Итак, дальше я буду просто, скажем так, экспериментировать, что-нибудь подгонять. Как будет, интересно, лучше. Можно, допустим, попробовать покрасить листики в какой-то, либо другой градиент, либо как-то поэкспериментировать. В принципе, даже на самом деле вот так оно покрасилось. Просто линейным градиентом уже, мне кажется, как-то смотрится симпатично. Я бы, на самом деле, даже ничего особо не меняла на данном этапе, а оставила примерно в таком виде. Можно, конечно, тени добавить, да, как-то их разделить, листики, чтобы не смотрелся он так плоско. А, я хочу сейчас вот эти внутренние точки, чтобы их было видно, а то их вообще, получается, не видно на данной композиции. Я хочу их сделать белыми. Сейчас мы все заблокируем, чтобы можно было выделить только эти белые точки. Вот так вот. Группируем их в отдельную группу и ставим белым цветом. Вот таким вот образом. Далее я хочу еще как-то подсветить сердцевинку нашего цветочка. Для этого я просто воспользуюсь осветлением. Сделаем блик по центру. С краю черный, а в центре тот цвет, с которым вы хотите как-то подсветить. Может, я поставил какой-нибудь желтый ради эксперимента. И сделаем эффект осветления. Тогда он будет не такой интенсивный. Давайте скопируем Ctrl-C, Ctrl-F на то же самое место. И сверху поставим осветление основы. Это сделает наш блик более интенсивный, более яркий. Верхний круг немного уменьшим. Вот такой у нас получается. Выделили немножко именно центр нашего цветка. На краю бутончика тоже подсветим. Посмотрим, что из этого получится. Чтобы было лучше видно, что мы вообще делаем. То есть, такое блики, они лучше видны на темном свете. Сейчас уже в некотором смысле экспериментируем с композицией. То есть, как-то более-менее, к чему мы вообще движемся. Примерно такая композиция у меня получилась. И сейчас я хочу, скажем так, подогнать ее под какую-то тематику. Так, выделяем весь наш цветочек. Как-нибудь поставлю его вот так вот. И я хочу по центру сделать баннер, чтобы написать там, собственно, ту тематику, которую я выберу. Либо там 8 марта, либо какой-нибудь, в общем-то, либо праздник, либо событие, либо просто место для текста. То есть, будет такой цветочный баннер у меня. Вот, я пока не знаю. Я рисую, скажем так, от головы. Давайте сделаем такую какую-нибудь ажурную каемочку. Это иногда смотрится весьма-весьма интересно. Чтобы она была бесшовная, давайте по краям ее отрежем. Я буду делать на глаз, хотя, конечно, лучше было бы, ну, как-то линейкой это отмерить. Ну, так как у меня девиз. Не могу сделать идеально, делай как можешь. Поэтому я сделаю так. Итак, добавляем это все в кисточки. Ставим узорчатая кисть. Окей. Тут я особо ничего не настраиваю. Углов у меня нету. И вот этот вот край сделаем такой вот ажурненький. Вот такая вот у меня получается история. То есть, получилась рюшка в некотором смысле. Можно как-то вот так вот, например, сделать. Давайте посмотрим, каким лучше сделать фон. Как-то я здесь пошла по какому-то контрасту, да. То есть, красный и синий. Контрасты всегда смотрятся неплохо. Но в любом случае, фон можно будет подделать, да. То есть, это... Можно, конечно, монохром сделать. Но уже, в конце концов, вырисовывается в некотором смысле какая-то композиция. Баннер можно тоже сделать градиентным. То есть, сейчас уже идет такая абсолютная... Кто в лес, кто под рова, да. Дело вкуса начинается. Подбор цветов и так далее. Сейчас я немного ускорю. И вернусь к вам, когда работа уже будет более-менее напоминать какую-то завершенную работу. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok